ВСУ перешли реальные красные линии Медведева. Пиздец. Уже второй взрыв подзвенел. Лукашенко серьезно кинул Путина. Интересные переговоры с представителями западных государств. А пропагандисты признали бессилие кремлевского царька. Доверить нашу границу иностранной армии вам ничего не режет? А мы можем оказаться не в том положении, что нам придется выбирать. А если вдруг попрут снова украинцы, как в Курской области? Но, как вы поняли, все стабильно. Все по плану, товарищи. Мам, беспилотник пролетел в элитку. Не, вот это в натуре. Уйдите с балкона. Ходите отсюда. Все. Ну вот это пи***ь. А вот. Что, выделить, да? Не, 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 не надо. Осенние вечера и ночи в путинской России обрели свой шарм, свою красоту, согласитесь. Но сегодня случилось что-то по-настоящему страшное для тех, кто все эти годы рьяно поддерживали Путина. Загадочные дроны всего за одну ночь атаковали сразу три спиртзавода в Тамбовской, Тульской и Брянской областях. И знаете, неудивительно, что на фоне поражения стратегически важных для Кремля предприятий, главные трезвенники всея России еще больше не взлюбили Зеленского. Это кровавая пена на губах убийцы, но нациста. От них останется просто мокрое место. И действительно, от спиртзаводов осталось только мокрое место. Тут отмечу, что на уничтоженных предприятиях, кроме алкашки, русские производили еще и топливо для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому важность этого события преуменьшать не стоит. Показательно, что на фоне продолжающихся атак по территории России, на федеральных каналах уже призывают пропагандистов готовиться к ракетному удару по студии Соловьева. Поскольку все прекрасно понимают, что на путинское ПВО надеяться нельзя. Если мы говорим о том, что сегодня НАТО впрямую воюет, то есть я разговор, да, про дальнобойные ракеты, этот первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Конечно. Вот в эту студию, блин. Будут целиться. Город просто долетит, не долетит. Но я вам как воеда могу сказать, что все-таки вот даже при многое Шеландера, 7 ПВО, 100% не бывает. Может быть 99, и из 100 одна прилетит, зараза. И к этому тоже надо готовиться. Готовьтесь. Их страх, кстати, оправдан. Потому что вместо того, чтобы защищать свою землю, Путин продолжает дарить системы ПВО Ирану. А это значит, что противовоздушная оборона на России славнет. Да вы издеваетесь. Россия отправит новую партию ПВО в Иран. На фоне череды атак по важным военным объектам в нашем тылу, Минобороны готовят к отправке в Иран еще 5 пусковых установок С-400. Напомним, первая партия ПВО была отправлена нашим партнером месяц назад на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. У нас, мягко говоря, сразу ряд вопросов. Безусловно, президенту мы доверяем. Возможно, с точки зрения геополитики, очень важно сейчас поддержать наших иранских братьев. Это очень странно. Получается, что наши парни сейчас будут гибнуть под обстрелами. Наши арсеналы и нефтебазы будут страдать из-за недостатка ПВО. Зато иранцы смогут защитить Тегеран от атак евреев. Великолепно. Хотелось бы внятной коммуникации от Минобороны по этому поводу. То, что россияне для Путина не приоритет, это понятно уже давно. Чего только стоит его всецелая зависимость от денег Китая и от оружия КНДР. Говоря про последнее, то сейчас мы наблюдаем за тем, как эта зависимость трансформировалась в несколько тысяч северокорейских мальчиков на русских полигонах. Вот, например, появилось еще одно подтверждение присутствия военных из Северной Кореи в России. На этот раз в Приморском крае. Северной Кореи. глядя на этих гавриков которые непонятно за что будут умирать на путинской войне можно констатировать то что путинская армия в том виде в котором она есть сейчас не справляется и не вывозит эту войну а поскольку путин боится объявлять мобилизацию в россии вот ему и приходится любезно принимать в подарок мальчиков из северной кореи про проблемы русской армии кстати говорят уже на федеральных каналах там пропагандисты начали активно обсуждать участие северокорейских солдат на стороне россии и пришли к очень неутешительным выводом плюс большой мощный плюс конечно в чисто в чисто военном плане потому что это довольно если такое будет принято решение довольно изящно не на тире не на той территории которые запад считает украинской нами оккупированный а на классической канонической территории российской федерации допустим вдоль границы они встают высвобождают наши войска у нас будет выбор проводить мобилизацию которая добьет убьет нашу экономику безумно невыгодно даже только добьет у нас такой рост сейчас лучше использовать все таки ну скажем какой-то отложено использование получать не менее лучше использовать чужие наемные войска потому что мы конечно будем за это платить и будут классические наемники чем чем сварьба доверить нашу границу и вообще не жалко доверить нашу границу иностранной армии вам ничего не режет а мы можем оказаться не в том положении что нам придется выбирать понимаете как а если выбор ставить туда наших не обстрелянных призывников 18-летних или северокорица а если а если вдруг попрут снова украинцы кавкурской области вот что вам будет легче наши ребята 18 лет давайте северокорица вот давайте мы сейчас сделаем который там набирается паузу и дальше эфир оборвали на рекламу потому что пропагандист явно ляпнул лишнего про то в каком состоянии сейчас режим питерского гопника а вообще прикольно этот эксперт признал и про наемников и про слабую экономику и про страх перед мобилизацией и про то что его страна не способна защитить свои же границы наговорил он конечно будь здоров дорога к статусу иноагента открыта то что подобная правда уже прорывается в прямые эфиры четко говорит про слабость диктатора ту слабость которую видят даже его союзники и товарищи вот например не прошло и месяца с момента того как путин наградил лукашенко наивысшей наградой в россии так белорусский диктатор уже пошел на переговоры с западом по ходу он как никто другой понимает куда стремительно сейчас летит россия и всячески пытается выбраться с тонущего корабля сегодня сосредоточено все на беларуси поверьте все на беларусь вот вчера у меня был такой не публичный день но очень тяжелый очень сложные тяжелые но интересные переговоры с представителями западных государств и я разговаривая с ними понял насколько внимательно они наблюдают за нами насколько придирчиво они ищут изучают наши ошибки и наши успехи и когда нет средств массовой информации они говорят честно и откровенно вы знаете богатейшие страны были представлены они нам завидуют завидуют за то что мы умеем работать жить праздновать за том что мы небольшая по меркам страна нашла свой путь мы нашли свой путь развития и мы достойно по нему прошли интересно какой путь лукашенко укажет путин после того как он за его спиной провел разговоры с западом пишите мнение в комментариях и Продолжение следует...